сегодня я покажу программу в которую рисую планировку я искала самую простую удобную попробовал несколько программ остановилась на ремпленер это онлайн программа в которой вы можете рисовать свои дизайны вот посмотрим как она выглядит очень просто разметочка сетка сетку это кстати можно убирать но у меня сейчас уже стоит и элементы интерьера видите вот здесь менюшечки все возможные интерьеры просто визуально понятно я посмотрела прям один обзорчик для того чтобы все это нарисовать у меня уже здесь расставлена мебель что здесь возможно что невозможно вот я сейчас нахожусь вот исходный план видите можно построить перегородки ведь у меня тут мебель помещение радиаторы сделать вот у меня мебель я расставляю отдельно сантехника то есть вы рисуете общий план и затем делаете то что вам нужно да вот розетки то есть вы например разбросали мебель и теперь сделал сделайте розетки и это вы можете потом дать рабочим слабо . освещение то есть принципе с этим планом выключатели теплые полы то есть разместить абсолютно все напольное покрытие вот сейчас давайте попробуем напольное покрытие положить потому что видите вот она вот так вот то есть вы хотите понять как это все будет выглядеть основные нам это не нужно изоляция стяжка то есть вы все это проектируете я делаю только мебели поэтому если вы более подробно будете работать с этой программой то смотрите уже более подробные описание значит как добавляется мебель вот у меня например сюда можно нужно добавить шкаф или еще что-то ну вот выбираем для гостиной вот я сюда поставлю например журнальный столик вот он появляется вы его размещаешь к нажимаете выделяете нажимаете и ставите необходимые вам размеры вот у меня он 50 на 40 будет это я так фантазирую где-нибудь в магазине присмотрела все сюда поставил второй способ когда уже нарисована мебелью видите у меня есть такая симметричность да то есть вот столы друг напротив друга вот я хочу создать копию чем удобно создавать копию схвачу нахожусь например возвращаясь старую это и думаю нет все таки я сделаю 55 нашла я две тумбочки красивой пусть они будут у меня такие и видите автоматически сюда эти 55 перенеслись то есть копия это когда вы создаете то есть вы можете создать здесь вот я так стал и размещала вот полку мне сейчас нужно сюда допустим перенести вот удаляем удаляем лишний интерьер так что здесь вообще есть вот здесь у меня видите здесь можно задать параметр высота от пола если это вот у меня в данном случае это полка повернуть растянуть скрыть размеры например если вы не хотите чтобы их показывалось и действие то есть вот добавить комментатор вот комментарии вот эти вот добавила я комментарии чтобы сколько стоит как называется я уже знаю уже подобрала в икея и я уже пишу вот это столько стоит это столько чтобы уже сделать себе потом мужу я показываю рассказываю вот это столько вот потом чтобы посмотреть в магазине название забываешь я уже конкретные размеры здесь под конкретную модель ставил так это я уже мебель расставляю да давайте попробуем просто порисовать исходный план немножко добавить стену то есть я хочу стену нарисовать вот то есть чем здесь удобно что ты рисуешь под любым углом какой тебе нужно и сразу рисуется размер соответственно вот размер вы нарисовали опять можете этот размер изменить разделить на участке добавить дальше вот здесь вот рисовать стену удобнее всего чем в других программах вот вы видите вот у вас сразу разметочка получилось вот ваша стена оконный проем стандартное окно добавляете высота откосов высота от пола то есть все реальные параметры окна окна вы здесь добавите пожалуйста дальше дверные проемы проем дверь стандартную дверь вот сюда я поставлю дверь все дальше несущая какая-то колонна то есть видите основные элементы все вы здесь значит у вас этот элемент с вами ходит пока вы на другой не при вентиляционный коробку здесь давайте поставлю все эти рекомендации только в помещении больше то есть у меня помещение не замкнут а поэтому он не ругается не хочет ставить но я делаю вот сам сантехнический стояк пожалуйста добавил в свое помещение нужно мне добавить стояк вот сюда и вот сюда все и теперь он меня все это появилось как бы на всех планах это рисовать очень просто рисуйте помещение и добавляйте все необходимые элементы я хочу сюда что-нибудь вставить я могу замерить это расстояние может быть я под заказ мебель делаю понимаете чтобы у меня было прям ровно сколько сантиметров мне нужно мне не нужно было 3d здесь 3d моделирование в про версии про версия соответственно плава платная то есть если вы серьезно занимаетесь проектированием своей квартиры то возможно стоит купить если вот как мне одну комнату разместить мебель то про версия мне ну не нужна поэтому для меня 3d моделирование было совершенно не нужно в другой программе сейчас я вам ее покажу я расставляла в мебель с 3d моделированием но у меня не про не потянул и видео видеокарта то есть я это 3d она так медленно работает что у меня я ничего не увидела в результате потому что дизайнеры которые делают вам обзор программ у них хорошие ставят видеокарты хороший компьютер они у них под это заточено если у вас есть проблемы и слабенький компьютер то ну вот просто смиритесь тем что вам простой план достаточно будет остальное у вас просто не потянет твоего но это потому что нужно нужен хороший движок все это простая программа в которую вы прям вот накидываете то есть я делал 8 вариантов всяких могут например у меня с угловым шкафом был вариант то есть я сейчас вам покажу допустим я мгновенно меняю все что мне нужно я один вариант набросал другой вариант набросал 60 хочу поки все такой узенький не важно просто да то есть я вам для примера показываю то есть я мгновенно набрасываю мебель какую мне нужно для кухни видите вот духовку кухни можно планировать и мгновенно я вижу как это у меня помещается потому что самое главное для меня было это как разместить определенную мебель я смотрю там допустим у производителя на сайте размеры вот этот шкаф я хочу вот я его сюда ставлю с некоторые шкафы вот сюда я вставляла мне нужно метр восемьдесят соответственно друг сколько у меня комод будет да вот и так далее то есть это все я туда-сюда размещала мне показалось эта программа очень удобный именно для быстрого проектирования для быстрого нарисования картинок вот лучше нет дальше какая какой вопрос значит здесь еще возникает то есть я например хочу теперь распечатать видите вода скачать или сохранить сохраните это сохранить здесь на сайте вот смотрим видите то есть можно все это сделать подготовить сейчас посмотрим видите опять про версию нам просит и я для того чтобы распечатать снимал скриншот вставляла в paint простой и все в нем делал вот так уходим обратно обратно в планировщик возвращаюсь то есть для того чтобы вот это везде носить ничего сложного мне бы это не представляла просто сняла скриншот с проекта и все я их прекрасно понимаю что они вам дают такую прекрасную возможность там будет пользоваться своими своей программой программа быстро хорошо работает все четко но для того чтобы распечатать вам нужно дальше еще один момент видите я вот так увеличиваю меньшаю им я все время не могла понять пока вот кнопочку вот это вот видите центровать пар проект чтобы вернуть а у меня сейчас он центруется надо вот эти вот по выделять по удалять лишние стены вот он центрует проект потому что наводится он вот вы выделили и увеличиваете и он будет наводиться на зону выделения а потом чтобы вернуть вот нужно центровать проект вот такая вот точь тот тонкость можно посмотреть обзоры обзоры есть подробные можно все это изучить очень быстро то есть мой подруг мой обзор у меня ну как бы я не делаю допустим там до слаботочку розетки у меня все это уже есть освещение то есть я меняю только мебель если вам нужно сделать более подробную уже то смотрите более подробные обзоры то есть мне приятно что вы например узнали от меня про эту программу и про такую возможность вторую программу который я бы хотела показать называется плана плен заходим мои проекты вот смотрим но у меня никак не назван проект можно создать новый я уже буду редактировать открыть онлайн раме я пробовала рисовать она рисую чуть медленнее то есть вот у него вот видите вот мы загружаемся сейчас чуть всего все чуть чуть помедленнее дальше мне очень сложно было в этом элементе как не могла сделать нужную мне длину я никак не могла чтобы у меня например вот на стенах видите вот я синеньким сейчас выделила показались размеры то есть вот таскать туда-сюда и вставлять то есть если я в прошлой программе когда я рисовала то вот промежутки между окон вот эти то есть вот мне например нужно вставить окно я не могу вставить окно вот сюда туда двигаю видите я уберу я все время не могла попасть вот этот промежуток чтобы она у меня окно это ровно встал потому что можно ширину высоту задать а я не знала ширину высоту я знала вот сколько до окна вот ну и сами промежутки и я вот это вот так но двигала двигала сюда и у меня все время здесь сантиметр то здесь сантиметр мне очень сложно было вот это вот потому что вот это промежуточное расстояние от стены до окна я не могу его отдельно указать так давайте попробуем прессовать и рисуем допустим рисовать вот пожалуйста то есть вот длина ты рисуешь дальше мы маленький квадратик сейчас нарисуем смотрите видите вот не от выровнялись все называется нажимаем на привязку такой значочек линейку я нажала в угол не убрать то есть вот удалить я ее уже не могу пробуем мемель вот смотрите сейчас для нас главное вот мне нужна была спальня кровати вот смотрите здесь много вариантов именно определенных кроватей с определенными допустим с определенным дизайном да то есть вот одна спальная вот видите вот и конечно это интересно потому что можно будет потом выбрать эту кровать вот так же мы можем размер здесь ее подобрать все мы поставили то есть видите шкафы например шкафы гардеробные то есть вы смотрите может быть вот вы именно определенной конфигурации хотите не просто по размеру как в прошлой программе а именно определенный какой-то вот шкафчик вы хотите поставить вот он именно так выглядит вы его ставите с открытой секции дальше здесь есть шкафы которые вот ну как бы известны фирмы и киевски например вот давайте попробуем и кинуть так вот забили так ищет он у меня видите то есть он и киевскую мебель вам подобрал какие-то рамки то есть то что у него есть в каталоге он вам предложил вот то есть вот эти вот например кровати на то есть вот эту вот эту вот киевскую поставлю вот и она будет с названием бинте всякие разные элементы и они уже загружены то есть в этом отношении это очень даже хорошо и когда вот вы расставили как-то определенную мебель вы можете здесь в бесплатной версии посмотреть 3d я одну комнату удалю все ее вам для примера нарисовала чтобы у нас так как у нас нету дверей между этими комнатами мы зайти не можем опять запустим по стране так запускаем построение комнату я удалила и чуть вот то есть вот находясь внутри комнаты я могу уже прям точно посмотреть там те шкафы которые я выбрала то есть примерно то что я накидала я могу посмотреть вот теперь вот я нажимаю вот на этот план и я хочу сохранить этот план и он мне как видите сохраняет вот видите вот я могу сохранить скачать что есть неплохо потому что когда я сохранила значит соответственно я могу это распечатать это я могу взять с собой в отличие от той программы в который распечатать и 3d сделать версию я могла только в про версии то есть соответственно я должна что-то оплачивать поэтому вот смотрите выбирайте программу которые вам нравится потому что здесь много возможностей я я видела тоже под ней все возможные пока я сейчас разговариваю всевозможные обучалки уроки то есть что что-то здесь можно да то есть здесь можно и декором аксессуары здесь нужно все смотреть растения посадить то есть очень хорошо для тех кому нужно сложно что-то представить и нужно прям очень хорошо все визуализировать то есть вы если долго упорно здесь посидите и создадите уже то что вы хотите даже вот людей видите можно сюда добавить технику интерьер все все что вы хотите может кабинет вот детскую можно какие-то вот основные вот такие вот элементы комнаты вы здесь найдете и 3d сможете сделать и распечатать то есть свои плюсы у нее у этой программки есть но я говорю у меня вот все время не знаю вы если в той программе у меня было мне все было просто то здесь я все время во что-то втыкнусь и я не пойму какой-то вот интерфейс который мне не дает до конца понять что мне сделать понимаете то есть мне приходится что-то лазить что-то я нажала не могу никак отменить вот как вот это то есть а в той программе у меня не было никаких проблем с интерфейсом то есть я быстро не ни о чем не думал ни о чем не загонялась я не тратила момент потому что вот это вот выбрать нужный шкаф мне не нужно было то есть я ставил квадратик и все здесь уже иногда для того чтобы подобрать вот этот вот нужный шкаф нужное место по дизайну нужно пересмотреть весь каталог этих шкафов и это замедляет понимаете проектирование это замедляет проектирование потому что для обыкновенного планирования вот такие вот элементы мебели они может быть и не нужны потому что если вы выберете определенную фирму там они свой 3d сделают план но вам нужно прийти с пониманием что вам вот когда в комнату входит то есть где что у вас расставлено потому что когда они начнут расставлять вы очень много времени потратите если вы до этого предварительно свой план не нарисуете да не набросайте не поймете как бы вы хотели чтобы расположился расположена была именно мебель где что стоит и почему поэтому для первичного проектирования мне больше понравилась предыдущая программа может быть для подробного проектирования эта программа лучше когда вы видите и 3d и так далее все что вам захочется я моя цель была сравнить показать основные функции и просто чтобы вы знали где что вам удобно будете ли вы этим заниматься и вот из-за избыточности вот этих шкафов она мне кажется медленно работает то есть здесь вот эта избыточность она ее замедляет им что-то нужно сделать чтобы ты работала быстрее потому что ну не знаю потом вот когда наводишь видите пока вот все это загрузится вот ждешь а вот это вот что вот я сейчас поставлю то есть какой то мне не хватает здесь быстроты не знаю всем пока я надеюсь что я вам помогла подобрать простую программу теперь вы знаете что у вас есть выбор выбирайте из этих двух какая в вашем случае будет удобнее всем пока так так Продолжение следует...